Продолжение следует... И проявило свое милосердие через свои многие иконы. Но особый праздник мы отмечаем покрова Матери Божией. Почему именно этот праздник для нас стал почти как Дунадесятый? Потому что свой покров Матерь Божия распространила еще в апостольском служении на будущую Святую Русь. Мы знаем, что у дел Матери Божией не только была иверия, но и через иверию и вся Святая Русь. Мы знаем, Андрей Первозванный прошел через иверию, через Грузию и прошел до Киева. И среди апостолов даже есть такие иконы, когда сошел Дух Святой, то изображают и Матерь Божию. И когда были жребии предоставлены, то жребий выпал также и Матери Божией. И мы знаем, что равнопостальная Нина, этот жребий продолжила именно дело Матери Божией. Матерь Божия остановилась на Афоне. Мы помним, она направлялась в иверию. Но чудные морские катаклизмы, ветра принесли ее на Афон. Это было промыслительно. Матерь Божия таким образом покровительствует и Афону, и новому Афону, это иверия. И через новый Афон, через иверию и всей нашей Святой Руси. Откуда мы это видим? Мы видим, что, во-первых, на иконе явление Матери Божией со всей небесной силы. Она стала честнейшим Херувим и славнейшим без сравнения Серафим. И эту силу Божию, эта церковь, по сути, мог бы явиться Господь. На иконе так здесь мы видим изображение только Матери Божией. А где же Господь? Почему именно праздник не явился с Господом? Ведь мог явиться Господь, мог явиться Иоанн Претеча. Почему Матерь Божия? А почему именно славянин-то был? Почему вот именно, мог бы был и уродивый грек? Нет, именно славянин был. И его ученик. А кто такой славянин был? Он был пленник. И пленник, несмотря на то, что он находился в Константинополе, его держали как свободного. То есть в Византии, скорее всего, была очень благочестивая традиция, что если пленник, помните, Иоанна Русского, тоже мусульманин, даже он, оказавшись в плену, стал свободным. И даже свободно перемещался и никуда не убегал. То есть действительно, несмотря на то, что человек может ходиться в плену, но быть свободным. Человек может быть в тюрьме, но быть свободным. А как это? Как можно быть в тюрьме и быть свободным? Это значит быть с Богом. А можно быть вне тюрьмы и быть в острастях, в кандалах, курево, алкоголе, наркомании, экуменизма и всех остальных ересей. То есть мы видим, что человек, свобода человека определяется именно его свободным состоянием в Боге, усыновлением Богу. И вот этот славянин усыновленный ходил в Византии свободно, будучи рабом, пленником, был отпущен на свободу, потому что полюбил Бога. И именно ему Матерь Божия открылась. Ведь могла открыться патриарху, царю, царице или еще. Нет, явилась именно рабу. А это какое предвестие? Что язычники, славяне, как мы сейчас слышали, они участвовали тоже в ограблении Константинополя. Вспомните, князь Олег что сделал? Прибил щит свой на Константинополь. Тогда Константинополь, конечно, имел силу, но сила еще была мощная сверху. Если посмотреть описание патриарха, который перемещался по России через Иверию, то там просчитывал он и видел, какое благочестие было у народа. Когда они двигались через деревни, вся деревня выбегала. В каждой семье было от 5 до 17 детей. И что интересно, возле каждого дома они выстраивались от старшего сына, большого, до самого мелкого. И они встречали патриарху. То есть какая иерархия у них была. Матерь Божия недаром явилась со всей небесной церковью, чтобы через епифания славянина указать славянам, участвующиеся в ограблении Константинополь, вы что творите? Вы же избранничество, Матерь Божия избирает вас, а вы идете, она избирает вас, уже заведомо знает, что будет покровительствовать нам. То есть праздник покрова недаром на уровне подсознания у нас он очень отмечается. Но мы отмечаем, понятно, Владимирскую икону. Отмечаем Казанскую. А вот покрова к чему? Ведь по сути Аскольда и Дира, которые нападали, наших пращуров просто разгромили напрочь волны, которые были, когда патриарх опустил в Византии в Лохенском храме, взял покров Матери Божией и опустил в воду несколько раз. И 300 ладей были разброшены. Это же славяне приехали грабить. И остались живы Аскольд и Дир. То есть славяне узнали, им сказали, слушайте, вы нападаете на нас, а Матерь Божия покрыла от вас. Она хочет, чтобы вы, если перевести на простой язык, она хочет вам покровительствовать. Вы примите ее воеводой вашей. Вот какой смысл. Ну, уже немножко перефразированный, осмысленный в свете тех видений, которые были. Ведь Господь недаром нам дал, еще раз напомню, славянина нашего пращура, который там увидел Матерь Божию. Не грек, никакой другой национальности, а именно славянин указано. Что интересно, греки не чествуют этот праздник. У них нет вообще праздника покрова. Вот интересно, да? Мы были разрушены, можно сказать, ладьи были уничтожены, и мы чествуем этот праздник. Греки, наоборот, должны этот праздник чествовать. Так же логично. Матерь Божия помогла грекам отвоевать Константинополь. И они логично должны, все праздники у них покрова. Нет, мы чествуем праздник покрова, а они его не чествуют. Ну, вот удивительно. Значит, насколько Господь показал, что славяне были предрасположены к христианству. Когда они узнали истину, когда они узнали, что сила Божия в истине, и они признали всем сердцем этот праздник. И, соответственно, мы увидим, что этот праздник чествуется как дву на десятый. И не даром на нашей Руси есть храм покрова на Нерли. Столько много храмов. Это говорит о том, что у нас был один менталитет. И не было там кривичи, древличи, там еще какие-то. Было много народностей. Но все были единым духом. Все были в одном менталитете. И, соответственно, у нас, например, Советский Союз. Но приезжают киргиз, узбек, таджик, с Грузии, с Армении, Чечен. Приезжают, и они говорят на русском языке. А в Арабские Эмираты, когда уезжают, всех национальностей, они говорят, ты с откуда? Я узбек. А с откуда? С СССР, с России. А, русский. Я не русский, я узбек. Да какой узбек русский? Все. В Аравии, в Аравийских полуостров, все, несмотря на национальности, говорят, русские все вы. То есть, и поэтому все эти, даже проверки были, ДНК проверяли, что ДНК, Р1А, это уже из научных изысканий, оно очень распространено. И когда говорят, поскреби русского, найдешь там татарина, то ты поскреби узбека, киргиза, таджика, ты там найдешь русского. Вот наоборот надо сказать. Но это не потому, что мы хотим хвалиться. А мы готовы умереть, как мы часто уже говорим, за любую нацию, за любой народ. И русский народ, он умирал за всех, и самое большее погибло в Великой Отечественной войне. И, соответственно, это та нация, которая готова отдать себя. Человек, когда он отдает, какое к нему уважение? К чему гордиться? Чем мы гордимся? То, что мы умираем для других наций, готовы пострадать за других. В чем наше превосходство? Первенство смерти, вот наше превосходство. И вот это первенство смерти, его и боялись все наши враги. Всегда и во все вере. А когда мы приняли христианство, то подавно. За нами Пресвятая Богородица, Дом Пресвятой, за нами Пресвятая Троица. Поэтому мы имеем немощные, но имеем мужественных заступников в Царстве Небесное. И что? Явилась вся церковь, и апостолы, и пророки. То есть вся вот ветхозаветная церковь явилась славянину. Еще раз скажу. Для чего? Для того, чтобы этот славянин на нашем родном языке рассказал Аскольду и Диру, рассказал всем, что мы готовы быть народом-богоносцем. И именно праздник покрова Матери Божией. Поэтому мы имеем дерзновение ныне вместе с Епифанией, со всей Церковью Небесной возвестить. Пресвятая Богородица, спаси нас от всех еретиков, от всех экуминистов. Возроди нас, как ты возродила тогда Святую Русь. Даруй и нам возрождение наших, чтобы послужили мы нашей Родине, чтобы проповедь традиций, проповедь умирания за Христа, подражая нашим всем мученикам, проповедникам, пророкам, продолжалась на нашей Святой Руси. Аминь. Сила Божия в немощи совершается. Только сильный человек может признать свои ошибки. Мы видим, что праздник покрова Матери Божией очень связан с этой силой Божией. Сила Божия православного христианина начинается с осознания своих грехов. Сила фарисейская, сила других тоже сильных людей, шварценеггеров, боевиков и так далее, она может быть только на уровне десяти заповедей Божьих. Хочешь быть сильным, здоровым, исполняй десять заповедей Божьих. Хочешь спасти, бегай от зла и твори благо, говорит святитель Кирилл Туровский, объединяя святоотическое учение. Таким образом, покров Матери Божией, чествуя которой мы, мы приобщаемся той силы, которую Господь Иисус Христос дал. В силу рождения Его от Матери Божией, Он делегирует свою власть над Русью Святую. И Матерь Божия с радостью восприняла. Через праздник покрова мы видим народ Руси, славянский тогда народ, он признал свою ошибку в лице Аскольда и Дира. Апостол Павел был побежден Богом и стал сильным. Через 14 посланий Его проповедь Христа распространилась, и он так и говорил, я что хочу, то не делаю, что не хочу, то делаю. Вот это признание своего недостоинства, признание своих ошибок может сделать только сильный человек в православной вере. И когда мы приносим покаяние, мы приобретаем благодать, мы избавляемся от силы сатанинской, причем у него никакой силы нет, это в кавычках можно сказать, сила сатанинская. Сила боевиков, сила накуриться, забыться, поведокурить, семью разрушить. Разве в этом сила? А сила принести покаяние и быть созидателем, это и есть сильный народ. Народ, который способен принести всенародное покаяние, это сильный народ. И мы видим, что в лице равноапостного князя Владимира, еще Аскольда и Дира, мы утратили или отвергли сатанинскую силу язычества и приобщились к силе Божией. Священномучник Киприан, он был силен в сатане, причем в кавычках, да? Но и что? Его сила не помогла, как он не колдовал, как он не выражил. А простую девушку Аглоиду не смог победить. И он сказал, если эта девушка побеждает и креста боится сатана, то кто будет тот, который меня встретит на страшном суде, распятый на этом кресте? Я буду ему поклоняться. И священномучник Киприан силу сатанинскую отбросил, сжег все книги. Его сделали епископом в виде его искреннего обращения. Вот это сильный человек, священномучник Киприан. А царь Давид был царем. К нему пришел пророк Нафан. Однако он был сильный, но сила его была ограничена. Его, как и Самсона. Мы видим, Самсон был сильный человек. А когда он стал бессильный? Когда вступил в связь с Долидой. И все, его сила потерялась. Но когда он три с половиной года крутил в этом водоносе, или ходил зернышко крутил для язычников, волосы отросли, он вернулась ему целостность, и он одержал победу, раздвинув колонны безнравственности и безверия. Самсон, Соломон, царь Давид – это сильные люди. И именно сильные люди Адам и Ева, да, они были сильны, но они утратили силу Божию. И присоединились в силе сатанинской, и в гордыне своей получили откровения, но покаялись и тоже стали сильными, и вошли в рай. Поэтому, когда Епифаний и Андрей увидели Матерь Божию, мы заметим, что у преподобной Сергиеву Радонежскому тоже явились кто? Креститель Спасов, Иоанн Богослов. Что мы видим на иконе Покрова Матери Божией? Кто явился? Креститель Иоанн Богослов. Это же не просто так. Креститель – это образ покаяния. Иоанн Богослов – образ любви. И вот именно сила способности словом убедить человека и принести покаяние, и преподобный Сергий, по сути, продолжил делание Матери Божией. Матерь Божия дала ему силу, ту, которую дал ей Господь. И он, преподобный Стал, стал игуменом всей России чудотворцем. Возвращаясь к нашей теме, только сильный человек может признать свои ошибки даже перед немощным человеком. Царь Давид признал свои ошибки. И 50-й Псалом – это символ победы над нашей страстной силой. В кавычках силы. И приобретение силы благодати. Этот Псалом написан по девяти заповедей блаженств, несмотря на то, что был Ветхий Завет. Начинается «Помилуй меня Божий» с первой заповеди блаженств. И заканчивается девятой заповедью Садзизду. Церковь, да, как Садзизду Иерусалим. И стены Иерусалимские Садзиздятся. Говорится о истинной церкви, готовой на мученический венец, ради приобретения вечной радости быть со Христом. Поэтому праздник Покрова – это праздник сильных людей. Это праздник Святой Руси, способной принести покаяние за все свои беззакония и безнравственности. С праздника Покрова начинается Святая Русь. Праздник Владимирской иконы утверждается в этой любви князья и народ. В праздник Казанской показывается, что Бог за нас заступается и готов защитить нас вновь и вновь, несмотря на наши беззакония и грехи. Поэтому сила Божия в немощи совершается, и православные христиане, которые приносят покаяние – это сильные люди. А язычники и все остальные религии, которые не имеют этого таинства по-настоящему, у католиков за денежки его получают, индульгенции прописывают, на этим 12 крестовых походов было устроено. У протестантов покаяние один раз в жизни, а потом они святые, им каяться не надо. Потому что они уже святые здесь на земле, и рай им нужен с открытыми ртами и зубами, они радуются апокалипсису и радуются за то, что православные будут гореть в аду. Любую религию возьми, у них нет истинного покаяния. Поэтому мы призываем Пресвятую Владычицу Богородицу, не отказывайся от нас, грешных и немощных, даруй нам всенародное покаяние, покаяние личное за свою семью, за общество, за государство, за все, что совершили мы в беззакониях против Тебя, Пресвятая Владычица Богородица. Прими наше покаяние молитвенным предстательством крестителя Спаса Иоанна, Иоанна Богослова, и преподобного Сергия Радонежского, и гумена сердца России, и вся Россия чудотворца. Аминь. Продолжение следует...